свечки свечки не будут с ядовитым делать не будут свечки делать с ядовитым заснял конечно заснял добрый день уважаемые пчеловоды немножко сегодня поговорим о крышках на уле мы решили попробовать сделать такие крышки которые называются калифорнийские ничего мы здесь от себя нового не придумывали крышка фанеры фсф влагостойкая 18 миллиметров и обвязочка 1 и 2 миллиметра 12 прошу прощения 12 миллиметров обвязка вот единственное в канаде и в америке они вот это расстояние используют для чтобы лепешки доложить белковую подкормку или еще что то мы этим пока не пользуемся я решил в сибири живем чтобы как-то еще сделать мы сюда будем укладывать фольгоизол толщиной где-то 10 миллиметров это еще дополнительное будет утепление хочется сказать почему именно мы эти крышки свои доводы привести то есть то что мы делаем это не обязательно есть хорошо для всех вот ну из из того что мы смотрели ну как бы во первых наши крышки на пасеке они значит пришли в негодность или приходит негодность мы их делали у нас кто смотрит кто смотрит канал это вот эти значит дсп или как двп дано называется которая 6 миллиметров мы их красили и они у нас где-то служили по 5-6 лет некоторые уже 10 лет у них проблема тонкая ложь там кирпич там от ветра чтобы не сдувало или просто там тяжесть 11 улей и со или со временем просто от влажности крыша она прогибается и вода постепенно стоит стоит и начинает ее то есть она начинает течь подушки начинает мокруть значит и мы вот думали что же делать я понимал что рано или поздно придется вот эта крышка что у нас было это хороший вариант такой временной крышки ну на постоянный я понимал что это не дело еще один момент он как бы ключевой все-таки наверно был нашем выборе это то что на промышленные пасеки к чему мы как бы стремимся до слишком вот даже на нашей пасеке там 300 пчел и семей в этом году будем увеличиваться что нужно сделать это ты снял крышку ты убрал подушку ты снял под крышник потом ты убрал холстик представляете вот сколько движений да если тебе надо 200 300 семей пройти сколько лишних движений нужно сделать теперь вопрос девшебизне или значит себестоимости крышку саму надо подушки надо шить да там можно использовать разные там я использовал матрасы списанные матрасы с детского дома мне отдавали бесплатных да правда но тем не менее то есть но матрасовку надо покупать их надо шить их надо набивать сбивать и так далее да тепло хорошо им все ну вот вот это вот движение это уже как бы напрягать стал значит подкрышники подкрышник это считаем магазин тоже его надо изготавливать мы их понаделали много и вот стал вопрос такой все это у нас в детстве приходит на видео видно какие в жалком положении крышки эти я начал думать что делать какие крышки нам взамен поставить и у меня было два выбора либо калифорнийская крыша либо это значит литая ппу лить ппу я уже склонился у меня чаша весов склонилась ппу все теплая легкая ну минус легкая там надо что-то придумывать чтобы крышки не издувала было бы ну в принципе думаю теплая зато два в одном и крыша и подушка и все но себестоимость себестоимость ее она как бы меня отпугнула последний момент и изготовление ее еще сам к в процесс себестоимость ппушной крышки будет 600 рублей 1 не считая трудозатрат кто будет это работать я или наемный рабочий вот просчитали фанеру себестоимость фанерной крыши 190 рублей одна крыша и делается это все ну в разы просто в разы быстрее все в разы шустрее режется мы видео это все показываем еще один юанс почему еще калифорний вот говорят мы в сибири люди в сибири зимуют или пчеловодят с калифорнийскими крышами все у них нормально все хорошо я уверен что у нас тоже будет все хорошо почему я так уверен в канаде даже у яна степлина смотрите снег у нас здесь пчелы летали у них снег шел то есть весна тоже непредсказуемая холодная а зиму мы не зимуем на улице мы зимовники все равно относится плюс еще значит а я забыл сказать еще остановились когда будем закармливать зиму вот эти отверстия до которые пробочки будем затыкать их ведра я считаю это более практичный вариант это будущее для такой для малой подкормки для стимуляции весенней мы сейчас это делаем и сокращаем все равно на 8 где-то рамок стараемся сократить и будем вставлять туда кормушку пластику чтобы весной подкармливать но либо совсем крайнем случае пока будем использовать пустые магазинки либо подкрышники и вот себестоимость я как бы продолжаю себестоимость крыши она вот превысила 190 рублей и практичность она по весу достаточно килограмма наверное я думаю 4 где-то она весит где-то примерно то есть ее не будет сдувать на поддоны она хорошо у нас мы сейчас делаем под эту крышу новые поддоны видео тоже сделаем выложил крышкам как я говорил что утепление сюда будем фольгоизол 10 миллиметров и мы всегда используем на весну уже столько лет мы используем 8 миллиметров фольгоизол ложим вместо холстука вместо полатилена то есть именно на весну всегда потом когда уже пчелы начинают грызть когда жараем тесто они они его грызут и мы потом можем уже уже полатилен ложим вот но весной мы всегда ложим фольгоизол то есть получается тепло у меня нет никаких сомнений что этого хватит тепла то есть 8 миллиметров 10 миллиметров фольгоизол это утеплитель мы приклеим и 18 миллиметров фанера то есть здесь уже вопросов ну будем смотреть будем испытывать ну вот так варим сейчас провариваем мы их уже проварили часть парафини осталось немножко сделали 200 крыш на пробу вот как все понравилось с ними что вообще нюансы какие ну как расскажу буду делиться у нас опять погода резко испортилась дождь пошел похолодало северный ветер подул ночные заморозки вчера было минус 3 ночью все пчелы пыльцу потаскали и вот вот опять такая вот беда ну недолго за плохим всегда следует хорошая за черным следует белое так что все будет хорошо все всем до свидания пока счастливых